всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор варка по 297 cssk 2k5 ричус это у нас был в 2005 чехословацкий competition карта очень крутой рекомендую вообще все cssk что найдете поиграть здесь у нас в общем-то плазморан имеется одна граната карта достаточно интересная в плане роута по крайней мере должна быть ну и давайте посмотрим так сейчас я проверю все все работает в общем то здесь нам надо очевидно плазмить по оранжевый да давайте так и сделаем долетаем до платформы и платформы на которых может стоять сделанные серые такие вкладыши то есть по серым можно прыгать по не серым нельзя там уже телепорт здесь мы значит просто можем прострейфить можем по по этим рампочкам прыгать при том что аккуратнее здесь можно провалиться с буста долечу поднимаемся здесь наверх далее нам нужно туда то есть ну пасе по оранжевым стенам мы как бы двигаемся все в порядке так теперь сюда здесь можно наверняка набрать чуть-чуть скорости побольше и просто стрейфом то залететь цпм но мы естественно этого делать не будем возьмем сюда здесь падаем вниз здесь можно сделать при приземлении г.б. либо просто начинать стрейфить тоже такой прямой поворот и граната нам надо наверх и собственно финиш такая вот карта по идее небольшая проходиться должна быстро секунд 20 наверное за 20 25 я ее не играл но по роутам могу предположить что естественно тут нужно все нон-стопом проплазмливать делать опа делать прыжок скорее всего на вот этой платформе нам не нужно мы можем сразу отлетать на вот эту платформу здесь возможно как-нибудь да сделать даблджамп например на здесь если у нас достаточно скорости сделать даблджамп и вот здесь обогнуть залететь сразу на ту платформу как вариант давайте чекнем телепорт ой как долго то здесь у нас телепорт именно вот на этой вот серым на стекле да то есть в теории можно попробовать сделать даблджамп сразу залететь туда и получается что мы вот эту долгую нудную часть мы ее полностью пропускаем с этой плазмой залетаем сюда здесь сразу естественно с прыжка плазмим сюда здесь тоже можно сделать бус по приземлению сразу плазмить сюда здесь можно не подлетать так высоко можно наверняка я уверен просто набрать достаточно скорости сделать там прыжок так высоковато на краешек бы позже б скончается ну с плазмоджампом да либо как-то реально побольше скорости если с гб начинать например да и плазма у нас не осталось давайте еще раз ну карта небольшая можно побегать подольше а то опять обзор карты две минуты не да мне даже неловко здесь мы в общем-то можем просто прострейфить ну ку-3 естественно роуты без всяких там даблджампов и гб будут далее здесь мы падаем вниз можно сделать гб и начинать плазмить по стене сделать здесь прыжок например или без прыжка совсем да если хороший угол поставить сразу до сюда же доплазмить и поднимаемся наверх сразу на финиш но тоже 38 секунд это я еще очень медленно все сделано я думаю что около секунд 20 давайте посмотрим демки кстати говоря давайте для начала чек ним знаете что csk 2005 ричус 25 давайте посмотрим если кто-то перебил кто мы не будем эту смотреть дамку если не перебили то мы эту дамку посмотрим так как это топ-1 того времени 25 но кому я не задавать ее наверное все но последнюю чуть посмотрим раз я не заговорил потому что все таки вам интересно что там аурум сделал аурум до очень старый если что с 2005 года то и ну раньше гораздо играет так ну ладно давайте посмотрим начнем с вку-3 керф чайна 44 секунды посмотрим что вку-3 здесь можно придумать ну собственно ничего нового да делает плазмоджамп чтобы наверняка долететь поднимается ой не поднимается с первого раза с первого сразу 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 можно начинать плазмить топа тоже верно это об этом это я пропустил как-то ну демка совсем конечно кривенькая вот на прошлом варкапе все молодцы вот все красавчики и демки были чистые а а здесь что-то опять опять начинаете меня расстраивать но все неплохо углы вроде хорошие граната не очень хорошо получилось вроде ну как-то с горем по план до финиша добрался кузлях 39 и 4 давай кузлях на тебя себя надежда начинал плазмить вверх так все я аккуратненько тихонечко по боковой рампочке прошелся тоже сразу плазмит напад или как залетел прям впритык так спиной даже угол в не очень правильный слишком слишком вправо смотришь хотя здесь сейчас может быть был был и окно слишком вправо как-то то есть я плазма у тебя первый угол хороший а второе у тебя не очень был хорошо словил гранату и финиш нормально нормально отрывы хорошие да смотрите у нас от каждой демка с каким-то отрывом приличным кроме вот этих двух демок где отрыв всего 200 ну дойдем 35 7 мразоров на 4 секунды 4 секунды так тоже тихонечко взял патроны патроны наверное не особо нужны потерял очень много на этом времени несмотря даже на то что потерял еще то что долго по рампе скакал там тихонечко прыгал здесь углы более хорошие у нас здесь есть настройком рисковать никто не будет ну есть хорошая граната кстати интересный момент все делают давайте еще раз зайду все делают очень правильно вещи которые не сказал здесь старт начинается вот здесь он начинается не не сверху где-то как бы тут не коробка просто триггер вот так положен стало быть чтобы вам как бы выиграть немножко времени как все правильно делают можно сначала подниматься наверх а потом уже начинать плазмить в сторону при этом набирая гораздо больше скорости потому что мы будем получается плазмить с более правильным углом для именно для набора скорости если мы будем находиться выше то здесь мы диагонально плазмим например да если начинаем диагональные мы набираем скорости меньше а поднимаясь чуть-чуть наверх а потом уже начинаю плазмить мы набираем скорости больше это правильный момент все молодцы об этом я не сказал и вот сейчас вам говорю ну просто вдруг кто об этом не думал но просто видел и решил сделать также я вам объясняю что так более правильно и так более быстро 33 ну-ка из японии а вот тут уже диагональной видите ему приходится сохранять чтобы высота была у него было три ступсов всего он скорость не набирал углы хорошие плазмит он отлично здесь тоже верно что мы что быстрее упасть можно плазмить вниз ну и финиш очень-очень хорошо чистенько очень классно где еще взять секунду я не представляю сейчас уловки подсмотрим муки расскажем в японию письмецо голубем отошлем и он сразу улучшит свой тайм 31 9 вовка тоже начинал чуть-чуть наверх а потом уже набирал скорость и это дает свой свой плюс углы хорошие чуть не зацепил там телепорт плазмил по стене они стрейфил вот здесь много потерял что сразу на гранату не попал а в целом очень быстро еще такой момент ребята я вам тоже сразу покажу ну по ходу демок давайте до разбирать какие-то моменты потому что это важно на самом деле вот по крайней мере у ловки встретилась пока что ловки что ты приземляешься как вода откуда-то приземляешься и сразу начинаешь вот так в сторону плазмить если у вас есть место сделать пару шажков эти пару шажков надо делать особенно в q3 да и в цпм но в цпм ты набираешь вдоль стены чуть-чуть побыстрее чем в q3 то есть а мгновенно почти триста сорок там 320 сразу руку 3 нужно чуть больше шажков сделать это тоже дает свои плоды потому что вы пешком ходите по крайней мере с нуля чуть чуть быстрее чем плазмите то есть в q3 в тех случаях где ты приземляешься и сразу плазмишь по другой стене нужно сделать пару шажков а потом уже начинать плазмить так будет скорости гораздо больше это гораздо быстрее еще еще можно если ты приземляешься делать вообще типа как circle то есть вот так я видел делают да ну не то что видел где-то и так пригодится но здесь уже нужна определенная сноровка чтобы сразу угол поставить хороший ну то есть можно таким образом в q3 так тоже делают но посмотрим вот посмотрим топовые демки да и возможно вот эти 200 как раз возможно да если даже уловки быстрее роут сам по себе то есть он там и поплазмил на финише да хорошо то томми возможно сделал все то же самое но при этом не сразу начинал плазмите от стены поэтому не такой плюс ну давайте посмотрим 37 так за пыли немножко бывает поторопился тут плазмел из кверху потом сторону страйф он нормально долетел углы хорошие вот он прошелся чуть-чуть пешком и еще раз прошелся чуть-чуть пешком и здесь но точно такой же роут собственно как я и предположил потому что разрыв достаточно интересно 200 до и на финиш и гранату гранату возможно там он именно 100 например да взял с того что он походил пешком и у него получились эти моменты немного быстрее а другую сотню он предположим взял на финише потому что взял гранату сразу они ходил вокруг нее там до разочек ну как-то так вышло вовки то есть вот этот момент видео он все равно решает мы же это же дефраг мы играем на фрейм и все фреймы надо сэйвить максимально возможным способом ну да ладно 29 и 6 2 секунды разрыв эйсит поздравляю кстати томми 103 постоянно забываю говорить тоже поторопился так и что-то не понравилось и вот пошло тоже кверху намного больше скорости скипнул один прыжок сделал позвать жамп хорошо то есть больше скорости с плазмы вам дает вот такие вот возможности углы хорошие с плазмы тоже плазмил вниз то есть каждый фрейм вообще максимально выжат вот сюда все максимально быстро то есть скипнул прыжок плазмил вниз углы хорошие тоже не начинал плазмить не сразу же после приземления чуть-чуть надо набрать еще первую свою скорость до 300 упсов но тем не менее казалось бы да быстро но есть еще быстрее на 4 секунды давайте посмотрим фпс пакистан то вроде как иван у нас так вообще по двум стенам но иван профессионал тут уж конечно говорить нечего и углы у него все безупречные очень много здесь скорости и здесь нон-стопом плазмит и здесь нон-стопом плазмит граната вверх вверх или вниз по моему не имеет особо значения единственное что когда вы кидаете вверх вы по сути начинаете плазмить вверх раньше но при этом вы плазмите вверх медленнее какое-то время чем случае когда вы кидаете гранату вниз но и спорный момент и не знаю это наверно кому как удобно по моему нету особо разницы и словить его можно одинаково хорошо что то что так что так ладно вы кудри молодцы дымка очень классная то есть и даже вот какие-то казалось бы по чуть-чуть там по чуть-чуть тут плазмил нон-стоп там где-то скорости чуть больше и целых четыре секунды уже то есть на плазме очень аккуратно надо надо все вот эти моменты видеть что где ты можешь плазмить сразу где ты можешь плазмить нон-стопом где ты можешь себя вниз потолкать плазмы чтобы быстрее куда-то упасть и так далее это все нужно обязательно смотреть ну и замечать естественно так horizon easy н 44 0 из польши наш знакомый так плазмил интересно интересно так это если что заявка на приз за оригинальность это прям заявочка очень долго конечно поднимается и долго выставляет углы готовится каждому климбу но это ничего страшного потому что лучше сыграть чисто чем сыграть быстро и криво вот вот он представляет просто нужный угол он запомнил себе угол который ему нужен тоже гранату не сразу взял как у вовки было ну пройдено чисто и пока что это приз за оригинальность за такой старт это очень классно когда люди находят вот такие вот лазейки это очень всегда приятно 36 7 на час сразу видно без этого телепорта но без телепорта понятно быстрее но мы же даем приз не за скорость а за оригинальность не с первого раза начал подниматься тоже небольшой минус углы ставит побыстрее вот единственно еще в цпм можно конечно сразу себя подруливать в ту сторону в которую вам надо плазмить потом то есть у вас же есть контроль а пока что все равно в кутри раны такие смотрим ну хорошо хорошо у меня учебы и жизнь в общаге на месяц другой фраг откладывается люблю бутерброды с колбасой давай на час удачи тебе на учебе спасибо что держишь так сказать нас в курсе 35 1 кузлях очередной в кутрилический ран будет сейчас я подозреваю так тоже по рампочкам вот он запрессия начинал позднить сразу с первой попытки и здесь на самый верх не забирался все хорошо вниз себя не плазмил здесь залетел взял плазму спиной и гранату но чуть-чуть лучше можно было бы словить если бы она взорвалась прямо под тобой они где-то сбоку но это не так в целом важно и хороший хороший ран 32 и 8 лали попали news 3 секунды разрыв в онлайне тоже диагонально здесь не зацепился на рампах вниз себя не плазмил не толкал а углы хорошие про углы я вот нет я увижу плохой угол я обязательно скажу ребят ну и гранату тоже не очень хорошо словил она взорвалась чуть-чуть то есть ты был чуть чуть выше чем взрыв гранаты точнее не чуть ты был много выше чем взрыв гранаты поэтому на тебя не очень сильно толкнула поэтому на финише можно было мне кажется конечно и побыстрее там на сотку 2 с хорошей гранатой но это опять же не критично то есть я просто отмечаю какие-то моменты на которые вам стоит обратить если вы задаетесь вопросом почему у меня медленнее почему у меня медленнее но потому что кузлях почему у тебя медленней вот посмотри дымку валипо поленица потому что ну так ну типа такой разрыв и тут понятно что просто быстрее но ну блин ладно 31 и 0 львовка так выставил угол правильно никуда торопиться не нужно хорошо поднялся диагонально здесь страйфон страйфон естественно чуть быстрее чем по рампе прыгать хорошие углы но чуть-чуть опять с углом перебрал мышку увел так сказать здесь углы хорошие и плазмить нужно вверх смотреть чтобы тебя толкало вниз потому что так тебя не очень сильно толкает если плазмишь просто в себя хотя там было конечно взгляд чуть-чуть наверх но нужно смотреть именно вверх как бы диагонально диагонально в стену вверх на смотреть прям совсем диагонально 1 гран хороший ранг чистить ран чистенький углы хорошие цпм явно попроще плазми чем в ку-3 так волка но это 24 полторы секунды начинал сразу так прости азн при за оригинальность получает никто волка но и взял и просто обломал тебе вот вот о чем я говорил то есть можно сразу подруливать себе в сторону следующей стены вот так пример надо вниз плазмить и сразу здесь завернул очень очень качественно очень быстро 29 и 4 куда быстрее спросите вы но есть еще куда на целых 11 секунд но мы дойдем кипиш третье место поздравляем тебя 28 и 4 челяба рулит так сказать так опять торопитесь не торопитесь никак не надо торопиться в дефраге если торопишься то ничего не получается нам делать все четко и уверенно и не торопиться не суетиться поднимался как будто бы медленно наверх но возможно так кажется тоже подруливал себя в нужную сторону здесь просто страйком тоже завернул все хорошо и динозавры у нас на четвертом месте онлайн и на третьем на варкапе очень классно очень тоже чистенько но особых отличий я не нашел единственное что вот волка ноид сделал этот телепорт и судя по всему у волка ноида и плазма вроде побыстрее все побыстрее но судя по всему вот этот телепорт он все-таки гораздо медленнее чем чем могло показаться 26 я я мы все думаем не только я что это альмера но это неважно как бы это альмер вот про что про что я говорил можно забыл жампом очень много времени это режет очень хорошая плазма но здесь единственно не по стене это медленно хороший поворот дым который дым как грима позже наверх ну и цпм естественно нужно как-то все равно пару фреймов ты пока гранату взял дошел до стены прыгнул кинул это все очень долго это все медленно ребята нужно брать в любом случае гранату либо как-то приземляться сразу к стене взяв гранату и сразу ее кидать либо я не знаю что-то придумывать для себя чтобы таких долгих телодвижений и лишних не было как эту но не будем пальцем тыкать что это так сказать осуждаясь читами на пиджачок пиджачок с читами кто бывает на стримах тот сейчас поймет ну ладно 277 первое место поздравляю тебя второе место конечно кто бы ты ни был я поздравляю тебя с которым местом до 17 7 тот же а ты же вроде с беларуси был что с тобой случилось брат зачем ты так у него не унижаешься ставишь россию на 17 play кому play не знаю сам себе play так поднимается наверх очень много скорости тоже скипает сразу тоже залетает подруливает все правильно так это вот о чем я примерно говорил плазмит вниз все отлично углы хорошие здесь бы конечно ну стопом но и так сойдет тоже почти сразу к стене приземлился и хорошо забрался наверх отлично отлично это очень-очень классные демки те люди с телепортом вот этих двоих товарищей у азены волкана это мне очень понравилось было бы круто если бы сделал кто ты один из вас эту штуку потому что давно вы считая не оригинальней еще или тени оригинальней чейте ребята очень не хочется поставить кому-нибудь импрессив да не могу то некому ну и давайте аурома раз уж я ее показал разумбирок из словакии давайте посмотрим как это проходилось в 2005 году да чувствуйте олд скул чувствуйте этот скилл 2005 года топовый топовый скилл вот граната хорошая угол ужасный угол ужасная граната хорошая классная классная демка ну что давайте перейдем непосредственно к результатам в общем то до комментарии да по традиции девочка почему 1 в 22 ну короче не факт что это альмера но будем думать что это альмера потому что мы знаем всех кроме вот нее да как бы или него без разницы но это неважно хватит это все неважно девочка мальчик играй честно а то забаним вот и вся суть как бы нам все равно мы не так стать нет хотя сейчас уже везде все равно всем тоже мальчик или девочка но скажем так мы не мы не евровидение в двенадцатом году которым ну или что-то типа того короче которым комок мы не кто-то кому это важно потому что мы не акцентируемся не как-то сказать не специализируемся на скилле который зависит от пола человека будем так говорить в общем то начать сыграл не очень хорошо по сравнению с предыдущими картами до занял 8 место из девяти то есть это читай предпоследнее если он до этого занимал 8 место из 20 то это конечно гораздо лучше чем 8 из 9 получает минус 22 кузлях получает минус 3 при этом еще он выходит в плюс ну ты не расстраивайся вот тебе плюсик поставим варзаров тоже отыграл не очень хорошо минус 4 все остальные молодцы ставлю вам 5 в дневник а зену волканоиду ставлю 6 тебе герл ставлю 5 пока что карандашом все ребята всем спасибо всем удачи сейчас наверняка идет стрим мы точнее яй ну может кто-то там будет может им он захочет присоединиться либо я не знаю кто-то может я один буду без разницы я буду играть лк гб парадайз я думаю кто-то эту карту не знает кто не знает заходите и еще кто не знает то это карта на полторы минуты где надо делать кучу кучу гб кучу 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 разных разных кб подряд буду я играть зачем давайте я вам сразу здесь расскажу в конце в общем-то человек который омега-кон который сейчас там на втором месте он говорит что я сделаю там в р как когда я сделаю там в р я забью на дефраг мне не буду тыкать пальцем да кто мне написали в личные так сказать сообщения в приват вуди уважаемый пожалуйста не могли бы вы улучшить свое время на гб парадайз чтобы вот этот молодой человек не уходил из дефрага потому что он очень классный а он хочет уйти нельзя этого допускать я говорю конечно конечно я сделаю все что в моих силах сказал я и собственно запланировал себе поиграть гб парадайз не то чтобы я буду весь стрим играть гб парадайз но я надеюсь что я у меня будет получаться сегодня как бусты и мы получим классный контент с чистейшей демкой на гб парадайз но это конечно вряд ли все ребят всем спасибо всем удачи и старайтесь лучше